для того чтобы понимать что такое авангардная музыка нужно задаться вопросом вообще что такое музыка и откуда она пошла как известно музыка пошла от нашего восприятия музыки первые музыканты если их можно так назвать услышав звук тетивы натянутой заметили что это звук и в нем что-то есть необычное художественное может даже божественное со временем музыканты стали натягивать тетиву на гриф ну перед этим была арфа потом гитара и прочие прочие инструменты то есть со временем стали придумывать новые инструменты правила их какой-то момент решили что эти правила и являются главным в музыке но эти правила не всем нравились и вот уже двадцатом веке примерно новые музыканты авангардисты задались новым вопросом что есть музыка и стали слушаться не в тетиву старую то есть струны а стали слушаться в новую тетиву такие звуки например как шум машин шум города они стали искать в этом что-то новое и это только одна из сторон авангардной музыки это шумовая футуристическая музыка которая превратилась дальше в конкретную музыку также были попытки услышать что-то более глубокое в примеру двенадцатитонном звуке то есть мы все знаем что звуков 7 плюс 5 черных получается 12 звуков которым мы оперируем но этого показалось мало и стали делить октаву не на 12 равных далее а на 24 то есть получилось микро хроматика но столкнулись с тем что этом этот эти подходы очень непривычные для слушателя и получается так что мы слушаем какую-то из серединную музыку поясни что имею ввиду у нас можно разделить музыку на ладовую тональную и а тональную то есть можем сказать что есть у нас великий иоганн себастьян бах и музыка вся музыка до него и музыка как бы после него так вот иоганн себастьян бах провозгласил называемую темперированную музыку и это темперированная музыка для масс является такой средней нормальной приемлемой а музыка до него считается немножко как бы неправильная такая ладовая она народная и не то что неправильно немножко как бы примитивная что ли вот с точки зрения от барочной или классической правильной талонной музыки но для среди композиторов эта музыка также считается немножко архаичной я имею ввиду тональная музыка принципе вся авангардная музыка она очень разная я уже сказал что есть шумовая додокофония с сонаристика и прочее прочее конкретная музыка и они как бы все разные эти музыки но общее их объединение это то что они отказались от привычной тональной музыки то есть они а тональные если мы понаблюдаем за движением развития музыкальных параметров которых существует 4 это высота звука длительность динамика то есть громкость и тембр то мы увидим что эти параметры также в истории осваивались постепенно то есть сначала как вида ретинский одиннадцатом веке придумал нотный стан четырех то есть мы уловили звук по высоте затем филипп дэви 3 в арс ново в своем трактате разгласил длительности то есть затем уже в обороченную эпоху мы приняли обрабатывать новый параметр звуковую громкость и появились диминуэнда крещендо и только в двадцатом веке мы добрались так сказать до тембра то есть один из самых интересных параметров характер инструмента но то что раньше музыканты просто его использовали для придания характеристики в двадцатом веке появились целое направление которые стали изучать и тембр спектральная музыка разложением звука на спектр дальше сонаристика и пришли называемый черному квадрату музыкальному джона кейджи 433 и опять-таки задались вопросом что есть музыка то есть музыка есть наше восприятие и это знаменитый черный квадрат кейджи то есть говорит о том что музыка является все то что мы воспринимаем как музыку и опять мы то есть приходим к этому вопросу и ответу что наша наблюдательность создает культуру и создает ну в принципе все и благодаря этой наблюдательности мы с можем мечтать фантазировать мечтать что-то создавать то чего нету пример летательные аппараты то есть это тоже мы создаем благодаря тому что мы наблюдаем за природой за птицами и хотим сделать то чего еще нету из музыка примерно то же самое мы музыку сами создаем и создаем ее каждый раз но и благодаря тому что мы создаем благодаря тому что мы наблюдаем мы можем создавать какие-то новые миры музыкальные миры